Добрый день. На РБК региональные новости мы вещаем из отеля Шратан Плаза в студии Маргарита Кафарова. В прошлом году 11 регионов России приняли участие в проверке цели устойчивого развития. Об этом на четвертой встрече глав высших органов аудита стран БРИКС в Уфе сообщил руководитель Счетной палаты России Борис Ковальчук. По итогам этой работы вывели практические рекомендации по аудиту на региональном уровне. Тогда проверка показала, что набор целей и показателей, которые используются на глобальном уровне, не всегда отражают интересы и возможности стран-участниц БРИКС и их регионов, отметил Борис Ковальчук. Необходимо совместно работать над общими масштабными задачами с учетом особенностей всех стран и их субъектов. Платформа высших органов аудита БРИКС позволяет нашим ведомствам сближать подходы по актуальным проблемам внешнего контроля и госуправления в целом. При этом заинтересованный диалог наших высших органов аудита несомненно вносит вклад в развитие государственного аудита, укрепляет подотчетность на всех уровнях системы государственного управления. Встреча проходит в Уфимском конгресс-холле Тарата. В дискуссию участвуют представители высших органов аудита стран БРИКС и контрольно-счетных ведомств регионов России. По итогам обсуждения утвердят Уфимскую декларацию и план работы аудиторов БРИКС на 2025-2026 годы. Завтра состоятся два круглых стола, посвященных контролю на региональном и муниципальном уровнях, а также противодействию коррупции. В Башкортостане возбудили уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ. Его фигурантом стала компания из Татарстана «Гамма-строй», которая вела добычу золота в Училинском районе. По данным прокуратуры Башкортостана, в период с марта по октябрь прошлого года организация незаконно проводила геологическое изучение запасов драгметалла на землях лесного фонда, то есть за пределами участка, на которые была выдана лицензия. Во время работ был уничтожен плодородный слой почвы на площади более 11 тысяч квадратных метров. Общая сумма ущерба составила свыше 133 миллионов рублей. Компания «Гамма-строй» зарегистрирована в Казани. Ее учредителем выступает предприниматель Зуфар Тагиров. Основной вид деятельности предприятия – строительство жилых и нежилых помещений. По данным Единого госреестра юрлиц, за 2023 год выручка «Гамма-строй» составила 8,5 миллионов, прибыль – 205 тысяч рублей. Почти 16 миллионов рублей перевели мошенникам жители Башкортостана за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике. Так, 37-летняя жительница Уфы познакомилась с иностранцем в мессенджере. Романтическая переписка длилась 4 месяца. Речь зашла о совместной жизни. Мужчина, чтобы осуществить совместные мечты, предложила вложиться в инвестиционную платформу. Уфимка перевела возлюбленному 7 миллионов рублей, из которых 3 миллиона взяла в кредит. После получения денег мужчина перестал выходить на связь. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В Кумертау аферисты обманули 52-летнего мужчину. Сначала представились операторами сотовой связи. Затем перевели его на якобы сотрудника банка, который предложил получить прибыль от инвестирования. В результате мужчина лишился 3 миллионов рублей. За сутки в полицию поступили 19 сообщений о мошенничествах. Ущерб составил почти 16 миллионов рублей. Наиболее распространенная схема мошенничества – это инвестиции, когда граждан вовлекают в различные так называемые инвестиционные проекты в интернете, и люди вкладывают свои деньги, а также крупные суммы, взятые в кредит. Вторая наиболее распространенная схема – это звонки под видом сотрудников правоохранительных органов, операторов сотовой связи, иных государственных организаций. Здесь аферисты под различными предлогами выманивают у граждан денежные средства. За первое полугодие в Башкортостане зарегистрировано почти 11 тысяч киберпреступлений. Жители отдали мошенникам порядка 2 миллиардов рублей. 27 организаций стали победителями конкурса грантов главы Башкортостана по поддержке проектов молодежной политики. Общая сумма финансирования инициатив составит 40 миллионов рублей. В конкурсной комиссии подчеркнули, что в этом году увеличилось число долговременных проектов, например, создания молодежных пространств. В рейтинге муниципалитетов-лидеров по количеству победителей первые три места у Уфы, Нефтекамска и Стерли-Тамака. Далее следуют Уфимский, Милиузовский, Обзелиловский, Баймакский, Зелаирский и Янаульский районы. Особенностью именно этого года стала инициатива главы республики Радифорид Чахабирова выделения грантов на проекты студентов-земляков, обучающихся за пределами республики Башкортостан. То есть на такие проекты общий бюджет конкурса у нас был 40 миллионов рублей, и на эти проекты было выделено из этих 40, 10 миллионов было выделено. То есть это, наверное, главная особенность конкурса в этом году. Всего у нас победителями из поданных 143 заявок стали 27 проектов. Из них 6 проектов – это как раз-таки проекты студентов-земляков за пределами республики. Из этих 6 проектов 5 – это у нас студенты, обучающиеся в городе Москва, и один – от представителей Челябинской области. Победители приступят к реализации своих идей осенью. Так, в октябре в Уфе пройдет слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа. Мероприятие включает в себя конкурс профессионального мастерства по шести направлениям – строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, медицинские и отряды проводников. В Довликановском районе состоится Международная космическая школа 2025. Школьникам из России и Беларуси будут преподавать теорию по космонавтике, астрономии, авиации, точным дисциплинам. Ну и добавлю, всего с начала 2020 года фонд грантов главы Башкортостана поддержал 629 проектов. Общая сумма финансирования составила 1 миллиард 384 миллиона рублей. В Башкортостане аграрии заготовили 950 тысяч тонн грубых и сочных кормов. Это 43% от потребностей региона, сообщили в Минсельхозе Республики. Запас сена на сегодняшний день составляет более 100 тысяч тонн сенажа, более 820 тысяч тонн и 22 тысяч тонн силоса. Впереди по заготовке сенажа хозяйства Чекмагушевского, Илишевского и Дертюлинского районов больше всего сена скосили в Стерли-Тамакском районе. Работа осложняется постоянными дождями, отмечают аграрии. Трудности при заготовке были, это как бы влажность большая, проливные дожди, что не позволяло нам должным образом закладывать, не могли подсушить. Ну а так в основном средние качества, ну средние мы справились удовлетворительно, я думаю. Отмечу, всего в Башкортостане убрали 374 тысячи гектаров кормовых культур, в основном это многолетние травы, более 290 тысяч гектаров, а также однолетняя и силосная культура. У меня все к этому часу, оставайтесь на РБК.